Всем привет! Атлеты уже встречались в 2014 году и завершили поединок поражением американца, который теперь получил отличную возможность взять реванш, у обратившего большую популярность оппонента. Очная встреча спортсменов возглавит турнир UFC 257, который пройдет 24 января. Конор МакГрегор, бывший чемпион организации в поллегкой и легкой весовых категориях и обладатель чемпионских титулов в аналогичных весах промоушена CBCWFC. Перед знакомством со смешанными единоборствами он играл в футбол, а затем, начав выступать на турнирах, некоторое время работал водопроводчиком. Имеет коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. Начав профессиональную карьеру с не самого впечатляющего рекорда 4-2, впоследствии ирландец вышел на стрик из четырех побед и вернулся в организацию CACWFC, в которой ранее провел один бой, завершившееся для него поражением. Но на этот раз его ожидала не неудача, а две виктории подряд, после которых он сначала взял чемпионство в полулегком, а затем и в легком весе. Мощная, левая, волшебная, легендарная, это и это и многие другие эпитеты используются в отношении левой руки ирланца, отечественными и зарубежными поклонниками смешанных единоборств. И происходит это не просто так. Акцентированными ударами именно из левосторонней стойки он держал большинство побед нокаутами, которые в итоге заставили всех его оппонентам концентрировать внимание именно на ней, забывая обо всем остальном, что в общем-то редко их спасает. Отличный контр-панчер. Стоит отметить, что атлет не просто нокаутирует соперников с левой, а делает это в контр-атакующем стиле. При этом в контр-атакующей работе он хорошо, независимо от стойки. Собственно, именно этот стиль и используется им в последнее время ввиду одного недостатка, в виде выносливомости. Как говорят, он обладает небольшим бензобаком. Независимо от весовой категории, ирландец выходит в октагон с одной и той же проблемой – слабая выносливость. Помимо физиологической особенности, здесь имеет место и его стиль введения боя, который предполагает взрывную работу на оформление нокаута в начале поединга. В итоге это приводит к существенному замедлению бывшего чемпиона после двух-трех раундов. Зависит от его геймплана. Тренировки в SBG с Джоном Кованой, безусловно, дают свои результаты в плане улучшения навыков граундгейм-атлета, но в первую очередь он является базовым боксером и ставит грэплинг на второй план, вследствие чего нередко испытывает трудности при конкуренции на земле с сильными грэпплерами. Парье – второй номер официального рейтинга и бывший обладатель титула временного чемпиона организации в легкой весовой категории. Учаясь в девятом классе, он по причине своей конфликтности оказался исключен из школы, что и стало событием, подвигшим его в начале занятий смешанными единоборствами. Имеет черный пояс бро-бразильскому джиу-джитсу. Собрав профессиональный рекорд 7-0, американец подписался в ростер небезызвестной ранней организации WES, где разменял первое поражение в карьере с победой, а затем неожиданно перешел в стан UFC. Выступать в сильнейшем промоушене мира он начал в полулегком весе. В его рамках он бился 4 года, но так и не достиг большого успеха за это время, отметившись статистикой 8-3, и покинул его после поражения от Конора Макгрегора. Вернувшись в легкий вес, американец собрал четырехзначный винстрик, который прервал Майкл Джонсон, а затем выдал отрезок из четырех викторий, разбавленный поединком, завершившимся без результата, вследствие того, что Эдди Альварес наносил ему лежачие удары коленями в голову. Базовое единоборство американца представлено классическим боксом, однако он не просто хорошего боксирует, а заслуженно считается одним из лучших боксеров в промоушене, независимо от весовой категории. Причем в этом случае речь идет не только о развитой комбинаторике и отточенной технике, но и высокой скорости рук, которая только добавляет проблем его соперникам. Отличная выносливость. Если посмотреть на топ легкой весовой категории промоушена, то можно без сомнения отметить, что американец является одним из лучших его представителей в плане выносливости. Именно за счет ее он одержал большинство своих самых громких побед, в том числе и последние. Медленно разгоняется, вероятно, именно из-за ощущения преимущества над соперником в вопросе объема бензобака, атлет нередко не спешит раскрывать свои сильные стороны, особенно когда знает, что его соперник значительно вхуже в плане кардио. Проблемы с челюстью. Конор МакГрегор, Майкл Джонсон, Эдди Айварес, Джастин Гиджи, Макс Холлоуэй. Не все из этих ребят смогли одолеть бывшего временного чемпиона, но каждый из них внес свой вклад в ослабление его челюсти. Сегодня американец еще не валится с ног от Чика. Соперник оно регулярно с трудом переносит сильные попадания, оказывая в шаге от попадания в нокдаун или нокаут. Вам решать, кто победит. Независимо от букмекера, котировки говорят о том, что наиболее вероятным развитием этого боя является повторение первого поединка атлетов, несмотря на то, что ирландец не дрался нормально более двух лет, так как с момента их первой встречи прошло более шести лет. Безусловно, редкие выступления бывшего чемпиона не отменяют того факта, что подбородок американца нуждается в укреплении, однако не менее его актуальная форма стоит не менее серьезным вопросом. При этом он слабее своего соперника в партере и обладает куда менее объемным бензобаком, который вне всяких сомнений подведет его, если этот матч перевалит за экватор. В общем-то, вся суть заключается в том, что сможет ли парьер пережить стартовый натиск своего визави и затянуть его в глубокие воды. На наш взгляд, поклонников ожидает повторение истории. Уж очень сильный, силен здесь стилистический аспект. При этом, разумеется, играть Илландца следует исключительно через нокаут, так как ожидать, что произойдет чудо, и он станет выносливее Колби Ковингтона, вследствие чего переиграет соперника по очкам как минимум нерационально. Продолжение следует...